Всем привет! Сегодня будет полезное видео для заказчиков, которые нанимают специалистов по монтажу натяжных потолков. Это лайфхак для вас, для того, чтобы вы могли объяснить вашим мастерам, что и как вам нужно и что им нужно сделать. Смотрим! В общем, заходя в квартиру, я увидел вот такую вот живопись. Здесь, вот смотрите, видите, вот нарисованы тут крестики, размеры, полоски. Все это было перенесено с потолка на пол. Для того, чтобы войдя в эту квартиру, я сразу же наглядно мог видеть, где конкретно нужно расположить точечные светильники. Вот это у меня маленький коридор, вот входная дверь, вот коридор. То есть вот эти все точки я должен перенести по этим же размерам на потолок. Далее двигаемся опять наш коридор. Здесь вот эта полоса означает то, что здесь будет наш шкаф находиться. То есть вот у нас еще светильники, размеры, светильники, размеры. Тут вот пересечение, здесь опять светильник. В общем, все по коридору у нас проходит в этом же самом виде. То есть вот все точки в коридоре. Далее. Далее у нас идет кухня. Соответственно, на кухне у нас есть кухонный гарнитур. Все размеры кухонного гарнитура указаны также на полу. И указано конкретно, где нужно, чтобы находился точечный светильник. Обратите внимание, вот размеры кухонного гарнитуры и размеры расположения точечных светильников. То есть эти все размеры мы переносим просто на потолок. Также, если вам нужна гардина, ее можно вот так вот нарисовать на потолке. И по этим размерам, допустим, монтажник уже будет конкретно рисовать и делать то, что вам нужно. Чтобы ничего не придумывать. Это все облегчает работу монтажника. И вы уже просто сами видите, что у вас получится до монтажа. У нас есть тут еще одна комната. Это у нас зал. В зале у нас то же самое расположение точечных светильников по периметру, по комнате. То есть не нужно задирать голову, рисовать наверху. Это все можно сделать на полу. Здесь также указано у нас расположение шторы. Здесь у нас будет подсветка. Но это не на полу, а на потолке. Вот здесь вдоль балки будет находиться гардина с подсветкой. То есть это все нужно будет сделать в будущем, когда монтажники уже начнут монтировать потолок. Вы все это записываете на полу. Также просто монтажник может увидеть эту надпись, поймет, что здесь что-то должно быть. Вот. Узнал, увидел, посмотрел. Вот такой лайфхак для заказчиков, если вы хотите пригласить специалистов по монтажу. Нарисовали все на полу и сказали, я хочу, вот так делайте. Ну и монтажник уже тут и думать не надо, что делать, как делать. Просто переносим все, что нарисовано на полу, на потолок. Так же, кстати, обязательно, обязательно напишите на стене, где у вас проходят трубы, для того, чтобы когда монтажник начинал засверливаться в это место, он случайно в них не попал. Всегда отмечайте, где находятся трубы и провода, чтобы в будущем проблем с этим не было. То есть решайте проблему до их появления. Обязательно отметьте, где у вас трубы. Вот у меня вот в этом месте проходят трубы, поэтому я специально для монтажников написал, что они здесь есть. В этом месте у нас проходят провода. Провод идет через балку и выходит с этой стороны. То есть мы проштробили вниз, снизу и поднялись опять наверх. Это тоже нужно учитывать. Ну, хотя монтажник это все видит и так, но все равно нужно указать то, что провод спускается вниз. Так, и обязательно, желательно, когда вы, если поменяли проводку во всей квартире, обязательно нужно указать высоту, на которой у вас располагаются провода, чтобы также монтажник крылья выставления уровня не проходил именно по этому месту. Всегда указывайте разметку, где у вас находятся провода. Ну, если, конечно, они у вас не идут по потолку. Желательно всегда пропускать разводку электричества по потолку. Это удобнее и проще. И уже нет проблем с натяжкой. Так, ну что ж, на этом у меня все. Если вам было полезно данное видео, данный лайфхак, ставим пальчик вверх. И напишите в комментариях, какие лайфхаки придумаете вы для своих монтажников. Все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok